Добрый день! Это программа Крутой Кипяток. Ее ведущий Александр Гутин и Наталья Ширяева. У нас в гостях актер, шоумен, командир поискового отряда «Крылья», человек, раскрутивший рэпера Валерий Текучев. Валерий, на ты, на вы? На ты, конечно. Отлично. Что это за адская смесь такая? И командир поискового отряда, и шоумен. Что для тебя первично вообще? Очень сложный вопрос, на самом деле. Вот эта ситуация меня преследует с детства, я чем только не занимался. Но вот к 30 годам я понял, что мое увлечение, любое из моих увлечений, оно дает мне как-то раскрыться в других ипостасях. Я проходил все, начиная от страйкбола, пинбола, бильярда, рыбалки, охоты. Ну, как большинство современных мужчин, кроме Александра Гутина. Военная археология – это самое интересное, что может быть на данный момент. Но это никак не мешает основной работе, потому что я занимаюсь организацией проведения мероприятий. Я сейчас даже пытаюсь как-то умело объединить вот эти два направления. Я понимаю, что у людей есть определенный стереотип, что вот там многие называют нас там гробокопателями. Этим людям хочется сказать, что мы в первую очередь увековечиваем память героев, потому что каждый из тех, кого мы находим, они герои. Мы с Валерой знаем друг друга давно, но, тем не менее, сегодня я приготовил такие вопросы, и мы с Натальей приготовили, которые, ну, наверное, я тебе никогда не задавал обычной жизни. Одно время ты гремел в каждом ресторане, ну, и там на каждом мероприятии. Потом, ну, что греха таить, это немножечко как бы вот этот ажиотаж спал и… Не немножечко, я искусственно его гасил специально. Да, то есть, что надо сделать, чтобы опять карьера, вот эта карьера пошла в горы, и надо ли тебе это? Была ситуация, что я лет 8-10 работал без выходных, без отпуска, без отдыха. Это просто, ну, измотывает, утомляет. Плюс, конечно же, смежная история с употреблением алкоголя, да не выпить стомадоида, как же это так? Это же не зачет. А женщины любят томаду? Очень много историй на эту тему. Расскажи, хоть одну расскажи. Я так помню, ты вёл эти классические русские трэшовые свадьбы. Вот самый трэшовый, который ты можешь себе представить. Вот, вот, нам нужна такая история, давай, расскажи. Ну, однажды у меня была невеста без зубов, абсолютно. У неё вот это вот длинное платье, пачка, она подходит так вот, поднимает его и говорит, «Семечек-стакан!» Песню заказывает, она все ехает. «Семечек-стакан!» Я два раза дрался на свадьбах. У него есть история, он даже вёл как-то, ты мне так подробно с ней рассказал, свадьбы глухие. Глухонемы. Да, я вёл свадьбу. Мне кажется, очень хорошо, мне кажется. Ну, это да. Нет, там 50% было здоровых людей, 50% было глухонемы. Я когда получал заказ, ну, меня, понятное дело, предупредили, я говорю, ну, как, они же не понимают, что я говорю, нет, нет, Валера, всё нормально. Просто артикулируйте почётче, они понимают по губам. Танцуют они от вибрации низких частот, то есть надо было привезти с собой ещё сабвуфер, да. И вот жених с невестой были глухонемы. Для тебя это не было, скажем так, унизительно как-то? Закончил там институт, да, такой творческий? Я не закончил институт, поэтому для меня это не было унизительно. Ты учился на факультете театральной режиссуры. Театральной режиссуры. А как ты начал деятельность именно с шоуменом? На кафедре театральной режиссуры я проучился два года, после чего была поставлена задача правкомом, тогда ещё института культуры, организовать команду КВН. Я стал директором и администратором команды КВН. И в процессе подготовки у нас родился коллективчик, который назывался тогда «Клоунское трио комиксы». Я работал как конферансье, со мной работали два клоуна, ныне очень известный в этих кругах Саша Морозов, который работает в «Кривом зеркале», Лёша Щербинин, он сейчас режиссёром работает. Были такие времена, что я понимал, что надо было успевать работать. Я приехал сюда, реально, в Самару, с рюкзаком картошки. Мне из дома нечего было взять, кроме картошки. То есть, чтобы выжить первое время в общежитии, мы так вот, да, так вот это и происходило. Полтора килограмма сала, картошка, подсолнечное масло. Когда картошка кончилась. Когда картошка кончилась, мы выставляли с Лёшей Щербининым посты в общежитии на входе и смотрели, кому что привезли. Я тоже так жил, ты просто не жила в те времена, это не рейд. Я вообще не жила в общежитии, скажем так. Это называлось пойти в гости. А ты много наколотил на свадьбах, нет? Я наколотил нормально, у меня, ну, как бы, всё было. Я купил квартиру, машину, но закончил отношения в предыдущей семье, так скажем, буквально несколько лет назад, и всё осталось там. То есть, у меня сейчас с чистого листа. По-прежнему веду мероприятия. Я перестал вести свадьбы, потому что появилось огромное количество подвижных молодых мальчиков в обтягивающих штанишках, которые делают это веселее, бодрее. Получаю огромное удовольствие от работы на юбилеях, то есть, вот, 50, 60, 70 лет. Вот каждый из тех, кто может себе позволить какую-то часть своего семейного бюджета на празднование, каждый из них просто бриллиант. Вот сейчас я кайфую, как говорится. А почему бриллиант? Потому что доходы не упали ничто. Потому что, нет, во-первых, это люди, воспитанные в Советском Союзе. 60-летние ребята, 70-летние, вот они такие прям в попе огонёк. То есть, вот, каждый из них, они прям, ну, видно, что вот старая школа. У тебя кружили бабушки в танце? Есть история, я хотел рассказать. Давай. Мой учитель Валерий Николаевич Ерецов, про него ходит легендарная история, про то, как к нему пристает дама на мероприятии. Мусор. Вот, да. Пойдём танцевать. Он подходит к колонке, берётся за штекер, за джек. Ну, так вот. А идёт дискотека в этот момент. Он говорит, вы не видите? Вот выдёргивает штекер. Я работаю. Втыкает штекер. Я работаю. И вот всё время, когда он выдёргивает штекер, пропадает полностью. Вдержать штекер. Я работаю. Работаю. У тебя же уже есть дети. Да. И я так понимаю, что разница в возрасте там большая достаточно. Да, так получилось, что у меня 22 года и 5 минут разница между сыновьями. Они родились в один день. В один день, да. Как это так? Вот просто до сих пор. Я ему доволен. Просто он делает детей раз в 22 года в одно и то же время. Я знаю, что ты какое-то время достаточно успешно ввёл предматчевый шоу на «Металлурге». Почему сейчас на Самар-Арене, например, там выступаешь? Я работал при Германе Ткаченко. Если честно, когда закончился контракт, а закончился он потому, что мне просто перестали платить денег, я психанул и ушёл. Вот до сих пор у меня зуб на крыле советов имеется. На бывшее руководство, конечно же. У меня было предложение, когда клуб уже возглавил Виктор Азвеев, мы с ним общались. Была ситуация, что я мог вернуться на стадион, но на каком-то этапе я подумал, что дважды в одну и ту же воду. Я редко бываю на стадионах. В чём выражалось, что ты там делал? Что такое быть шоуменом предматчевым? Да, без ложной скромности скажу, что я первым поднял стадион волной. То есть сейчас это привычная история. Здесь, в Самаре? Да, в Самаре. Металлург. Делал это задолго до того, как это стало мейнстримом. Да, причём я предложил такой ход. То есть я говорю, а как научить стадион вставать волной синхронно? Мы пригласили байкеров. Я приезжал на мотоцикле, меня вёз главный байкер наш, Вальдемар. Я стоял с флагом сзади. Это прямо по стадиону на мотоцикле? Прямо по стадиону, да. И я в микрофон сказал, что в тот момент, когда я приезжаю рядом с вами, нужно встать. То есть я вот таким образом научил стадион вставать. Ну понятно, что волна пошла быстрее, чем мы проехали. Тем более мы чуть не упали на силовом кабеле. Ну такая экстремальная была история. Однажды меня послали 2000 человек. Мне звонит помощник Ткаченко и говорит, вот команда вяло, вяло играет. Нужно поддержать команду, нужно поднять. Но в микрофон по регламенту говорить нельзя. Я подхожу к 19-му сектору восточной трибуны и говорю, ребята, волна, волна. И вижу по губам, что меня одновременно так... Иди нахуй. Почему? Ну потому что все переживали за команду и было не до меня. Ну это достижение, на самом деле. Не каждого ведущего. 2000 человек может послать туда. То есть ты понимаешь, к чему стремиться, да, Саша? Да, слушай, я, наверное, никогда этот успех не повторю. Хотя... Ты все, ты завязался с продюсированием. Нет, если вот что-то интересное появляется, у меня сейчас, ну это больше, наверное, не продюсерский проект, а такой промоутерский. Я сейчас готовлю большой конкурс красоты. У меня вот есть желание сделать конкурс, который закрыл бы всю область и дал возможность именно тем девушкам, которые никогда в жизни не попали бы на подиум. Почему? Ну потому что вот сидит она где-нибудь далеко в деревне, да, и все знают, что она красавица. Умница красавица. Да, умница красавица. А председатель колхоза не может себе позволить отправить ее на конкурс. То есть у конкурса будет именно такая вот социальная направленность, что не тех, кто и так придет на подиум, да, и так занимается, там, вот, именно найти вот бриллианты из глубинки. Ты начал заниматься историческими вот этими поисками, поисковой деятельностью. Как ты сам говоришь, избавление от избавления белых пятен истории относительно недавно, да? Недавно. Ну, сколько? Пять лет. Уже пять лет прошло, надо же. И подтолкнул тебя к этому историю с раскруткой одного самарского рэпера. Как это получилось? Да, у меня был проект. Ко мне в продюсерский центр «Крылья» принесли демо-материал, ребята, студенты. Я показал сыну, сыну тогда было лет 12-13, он активно увлекался рэпом, и мне, как человеку, так сказать, более старшего поколения, было важно мнение ребенка, что он скажет по поводу этого материала. Сын мне сказал, пап, это классно, это четко, я тут же позвонил ребятам, говорю, ребят, будем работать? Мы записали с ним несколько композиций. Проект назывался «Флэшбэк». Первый курс у парня или второй курс института, он приехал из области и попал в какую-то веселую компанию, то есть забил на учебу, начал веселиться, посещать клубы, выпивать. Я смотрел, что теряю артиста, и мне нужно было как-то его привести в нормальный облик. И мне звонит брат, я ездил в Смоленск, они уже тогда участвовали в вахтах памяти. Он говорит, приезжай. Я думаю, заодно возьму парня, приедем. Мы приехали через полчаса где-то, мы работали на 158-й высоте, это южный рубеж Сталинградской битвы. Через полчаса мы уже поднимали останки двух бойцов. Смотрю на Диму, ну а там я рассказываю, у меня до сих пор мурашки по коже, потому что там участок 10 на 10 километров, и там погибло порядка 15 тысяч человек. Дима стоит, говорит, Валерий Геннадьевич, я думал, что мы ничего не найдем. А мы буквально в течение часа уже видели, как это все происходит. И потом что? Он написал песню тут же, буквально через день-два, впечатлился, написал песню «Мы будем помнить вас». Эта песня заняла первые места на всех конкурсах, он исполнил ее с частью хора Ощепкова. То есть вы заряда надолго хватило или только на одну песню? Две песни было на эту тематику. Сейчас Дима полностью поддерживает все, что мы делаем в этом плане. То есть я приглашаю его, когда на мероприятие на нашем, он всегда с удовольствием принимает. Какая механика вот этого всего процесса? То есть ты собираешь спонсоров, кто тебе помогает? Начнем с того, что поисковая работа – это не только КОП, то есть это не только экспедиции. Поисковая работа – это вот, допустим, завтра мы будем проводить 19-й уже по счету субботник на городском кладбище. На каком? Наше городское, партизанское, лунное. Вот там, два года мы уже там работаем, там в абсолютно аморальном состоянии находятся могилы героев Великой Отечественной войны. Это благоустройство захоронений, это архивный поиск. Плюс просветительская работа по объяснению молодежи, чем мы занимаемся. Потому что многие не понимают, что это такое, зачем это нужно. Первую экспедицию мы организовывали, у нас была информация о том, что на территории подворья, как раз вот в хуторе, название которого значится у меня в паспорте как место рождения, захоронен 28 матросов волжской военной флотилии, которых немцы, ну то есть они по истории, по легенде, они вышли на окраину хутора, увидели немцев, взорвали заправщик, бронетранспортер, и их немцы из пулемета постреляли и заставили местных женщин похоронить их в силостной яме. Мы собрали средства, на которые закупили оборудование. Ну давай назовем человека, который... Нет, на самом деле, на самом деле, Валерий фонд вот этого... Фонд Крыльев, да. Фонд Крыльев, да, переводили деньги, ну, наверное, львиную долю внес наш наштовский товарищ. Друг Саша Богданов, да, он сейчас стал крестом моего младшего сына. Ну, они даже познакомились. Да, мы познакомились, Саша познакомил, да, мы дружим, сейчас активно тоже он нам помогает, работаем. То есть мы не нашли то, что искали, но потом мы уже выяснили через архивы, через местные, мы предполагаем то, что их перезахоронили там в 49-50 году, но работали в эту экспедицию, мы нашли двух бойцов, если я не ошибаюсь. Пятерых? Пятерых позже, на следующий год. А, различно, да, подняли. Сейчас вот по статистике поискового движения России, видно, что от 10 до 20% исполненных бойцов всего лишь удается вернуть имя. Время, жетоны, медальоны, вот эти солдатские, там чуть-чуть воздух попадает, вот чуть-чуть он прогнил, все ты его боскучишь, увидишь, что там пепел, то есть там невозможно прочитать, восстановить имя. Если мы понимаем, что это боец из определенного региона, мы связываемся с коллегами из этого региона, с представителями поискового движения России, вот такая практика была. Нам также присылали, появился отряд, как отряд, сейчас вот основной костяк, он до сих пор сохранен, причем разные абсолютно люди. На следующий год планируются две экспедиции, опять-таки вот эти средства, которые были собраны для первой экспедиции, это, ну, все оборудование, оно все используется. А вот что касается каких-то вещей, может быть, что-то в музей передается, нет, какие-то, с музеями не сотрудничаете? Мы сейчас сами создаем свой музей, нам, благодаря Дмитрию Ильичу Азарову, нам, наконец-то, выделили помещение в Доме офицеров, там сейчас делают патриотический кластер, собирают все организации, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. У нас будет музей истории поискового движения Самарской области. Сейчас очень много в интернете говорят о том, что не нужно каждый год проводить парад памяти Великой Отечественной войны Победы. Как ты считаешь, нужно это делать каждый год? Или там, как предлагают, раз в пять лет, раз в десять? Я думаю, что не нужно, я считаю, что лучше заниматься практическими какими-то делами, и вот эти средства направлять на поиск, на тот же самый, на восстановление захоронений. Просто придите на кладбище, посмотрите, будет возможность, я вам покажу. Причем выделялись средства в Самаре, я не помню, в каком 2004 году была федеральная программа, перед 2005, перед юбилеем, выделялись средства. И в Самаре единственный регион в сфере России, где их просто украли. Как украли? Ну, так вот, военно-мемориальная кампания прекратила свое существование здесь, в нашей области, закрылся офис. И мы до сих пор не можем, вот и Александр Евсеевич, Хинштейн, помогая сейчас разобраться в этой ситуации. Там человек отсидел то ли два года, то ли три, то ли четыре, условно досрочно освободился. Но понятно, что это не та персона, которая все это решила. Мы два года занимаемся этим вопросом, и сейчас, благодаря тому, что Александр Евсеевич Хинштейн подключился и помогает нам активно, я думаю, что мне сейчас можно всего лишь обратиться к неравнодушным гражданам, которым я предлагаю следить за информацией в соцсетях. Поисковый отряд «Крылья» в ВК, есть у нас группа, либо сайт регионального отделения поискового движения России, где мы информируем о датах и времени проведения субботников. Когда мы собираемся и приводим, да, просто прийти и помочь. Два часа ничего не решат. Недавно наш губернатор Дмитрий Вичазаров ездил принимать участие в открытии «Вечного огня» в столице Словении. И в связи с этим было много хайпа, потому что говорили, вот, зачем вообще все это надо, потому что давайте займемся живыми. Ты встречаешься с таким хайпом в своей работе. А зачем вы их поднимаете? Ну, лежат они и лежат. Ну, да, вот, да. Ну, как вот, я не знаю, что таким людям сказать. И важно, и отства не помочь. Я понимаю, что каждый из них герой, в первую очередь. Да, в свое время многие, ну, то есть, эта культура, она появилась буквально там лет 5-10 назад. До этого все, кто копал, а их интересовало железо, да, вот я ножичек нашел, вот каска там, вот еще что-то, кости в сторону. Вот он говорит, что многие грешили, трофейщики так называемые, которые ходили за трофеями. Черные копатели. Да, черные копатели, там, как только называют их. И вот, говорит, однажды они подняли бойца, чеченца, и удалось тут же в течение, там, одного или двух дней найти его сына. Вот, и сын приехал сам поднимать собственного отца. Вот он говорит, после того, как мы вот это вот увидели, все, то есть, он два дня, там, двое суток буквально на аэроскопе жил, молился, плакал, поднимал собственного отца. Он говорит, ну, после этого, говорит, вообще все, представление вот об этой истории, ну, перевернулось. Мы последние, кто их видим. И мы последние, кто можем отдать им дань памяти и благодарность. Спасибо большое. Спасибо, было большое. Да, было классно. С нами был Валерий Текучев, программа «Крутой кипяток» и ее ведущий Александр Гутин. Наталья Ширяева. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова